Забраться на вершину – это полдела, а удержаться на ней – это дел настоящих мастеров. За счет чего удается оставаться номером один длительное время в самом быстрорастущем и динамичном сегменте рынка, мы поговорим в рамках программы продвижения и рекламы и в студии ведущие Илья Громов и Илья Мартынов. Гостем у нас сегодня является Аркадий Граф, глава Samsung Mobile в России. Здравствуйте. Здравствуйте. Номер один и о компании, как по традиции мы приглашаем всех начать нашу передачу, говорить, наверное, бессмысленно. О Samsung, наверное, не знает только ленивый. Но все-таки Samsung Mobile чем-то отличается вообще от Samsung, как компания? Samsung Mobile – это часть компании Samsung Electronics, причем, наверное, одна из основных ее частей и по обороту, и по вложениям, которые компания делает в свои продукты. В том числе и тот самый Research and Development, на который компания тратит до 40 миллионов рублей в день. Вот такие цифры у нас есть. То есть большое направление, направление перспективное, а самое главное – одно из тех направлений, которые будут развиваться и чьи перспективы еще далеко не исчерпаны. А из чего состоит структура компании Samsung Mobile? Это только смартфоны или это еще что-то? Структура компании объясняется этим самым словом Mobile, потому что сюда входят и к ней относятся все устройства, так и иначе мобильные. Это и мобильные телефоны, смартфоны, и обычные кнопочные телефоны, это и планшеты, это и фотокамеры, и ноутбуки, и различные аксессуары, наушники, аудиоустройства. Все относится сюда. Кроме этого, в Samsung Mobile входят элементы питания, розничные, не промышленные, а розничные, и входят карты памяти, тоже розничные. Насколько я слышал, и поправьте меня, если не прав, такая категория, как ноутбуки, сейчас начинает потихонечку сходить на нет. Это вот такой последний тренд или какая-то искусно созданная ситуация? Скажу так, что в России ноутбуки Samsung были представлены до осени 2013 года. На сегодняшний момент компания Samsung не продает ноутбуки в России, но при этом это направление существует. Порядка десятка стран эти ноутбуки представлены, но в России по разным причинам, в том числе и потому, что рынок начал потихонечку насыщаться, и конкуренция довольно высокая. А Samsung довольно сложно было с экономической точки зрения поддерживать позиции лидирующие, требовать большие инвестиции, и было принято решение прекратить поставки именно на территорию Российской Федерации. Но в целом это направление существует. Если говорить непосредственно о ситуации на ноутбучном рынке сейчас, то мы видели замедление спроса уже в прошлом году. В этом году спрос остается стабильным, он тихонько снижается, но при этом мы видим, что этот цикл замены ноутбуков проявился именно сейчас. В ноутбуках он составляет 2,5-3 года. И как раз сейчас люди поменяли то, что они купили 3 года назад, в 2012 году. Они меняют это на ноутбуки или все-таки на планшеты, например? Вот такой тенденции, хотя ее все ожидали, и были разные гибриды, когда предлагали планшеты с клавиатурой, со соединяющимся экраном, вот такого тренда не произошло. Все-таки ноутбук это что-то более серьезное по начинке, и то устройство, которое позволяет создавать файлы, контент, видео. А планшеты все-таки то, с помощью чего удобнее пользоваться, просматривать те же самые файлы, видео, книги читать, или просто заниматься поиском в интернете. Эти две категории, они остались отдельными. И какие-то промежуточные категории, они, возможно, существуют, но уже никто их так активно не развивает. Но, тем не менее, вы оставили этот рынок в России, отдав их на растерзание, видимо, китайским производителям. Сложно комментировать. Да, рынок существует, но нас на нем нет. К счастью, наверное, для других производителей. И тогда остается вопрос, куда вы вложили все свои акценты? Я так понимаю, что это все-таки рынок смартфонов, в котором вы непререкаемый лидер. И планшеты? Да, совершенно верно. Две категории, непосредственно за которые отвечаю я. Это, прежде всего, смартфоны. Это львиная часть оборота. Потому что, хоть рынок, благодаря снижению курса рубля, в этом году очень сильно снизился. То есть, если он был на уровне 6 миллиардов долларов, то в этом году он будет на уровне 5, а то и меньше миллиардов долларов. Но при этом это большой рынок. Если сравнивать его с рынком планшетов, то практически в 5 раз меньше размер рынка мы оценим в этом году. Порядка 1 миллиарда. Примерно в такой пропорции, поскольку наши доли на том или другом рынке похожи на уровне 25-26%. Примерно в таких пропорциях у нас и делятся объемы по данным направлениям. Поэтому, прежде всего, конечно же, это смартфоны. Каждый из нас ходит в магазины. Каждый из нас видит, что Samsung одна из самых богатых линей, которые предлагаются и с точки зрения смартфонов, и с точки зрения планшетов. На что же вы все-таки делаете упор? Кто ваши флагманы, которые, наверное, и создают 80% бизнеса? Вы затронули очень хорошую тему. Даже, наверное, мы не планировали ее с вами обсуждать сегодня. Но вот эта фраза про самую богатую линейку, она, с одной стороны, наше большое преимущество. Мы показываем возможность, что на все сегменты мы работаем. Мы можем предложить модели для любого самого взыскательного пользователя. Но, с другой стороны, обилие моделей мешает нам четко коммуницировать с конечным потребителем, для чего каждая модель нужна. Поэтому то, что мы начали делать в конце прошлого года, мы сменили логику названий. И из этого многообразия большого количества разных моделей, наверное, вы знаете Galaxy A, Style, Mega и так далее, и так далее, мы все это свернули более компактно. И на сегодняшний день у нас есть всего пять линеек. Это линейка Note, линейка флагманов S, линейка средний сегмент и высокий, это серия A, дальше идет серия E и серия J. Пока остались и предыдущие модели, но основной упор в рекламе, в коммуникации идет на новые модельные ряды. А в этой связи вы упомянули вначале про R&D, соответственно, как глобальный инструмент компании. Но для России отдельно это происходит? То есть вы делаете это, исходя просто из маркетинговых исследований, либо все-таки для России что-то производится, исследуется, может быть, создается новое что-то? Есть такое направление? Если мы вспомним, например, появление телефонов с двумя сим-картами, это было придумано и инициировано Россией. И телефоны с двумя сим-картами появились благодаря нашей инициативе в далекие-вдалекие 2000-е начальные годы. Второе наше нововведение, это, например, телефоны для женской аудитории, серия Le Fleur, тоже была предложена нашим представительством. То есть штаб-квартира, несмотря на свои исследования, которые они проводят и потом предлагают продукты для всего рынка, для всего мира, они в том числе учитывают интересное каждого отдельное представительство. В данном случае вот эти два примера. На примере телефона для женской аудитории мы представили телефоны для мужской аудитории. Была такая серия Black. Брутальная, серьезная, стильная, которая пользовалась довольно хорошим спросом. Это, например, как происходит влияние самого представительства на производство различных моделей и новых линеек. Но основная задача штаб-квартиры, это как раз передовые технологии применять в новых устройствах. И наша непосредственно задача здесь, это выбирать то, что будет подходить для России, правильным образом здесь его подиционировать по цене и правильным образом выводить на рынок. Как с помощью выбора канала продаж, так и с помощью рекламных коммуникаций. А вот как в наших текущих условиях, когда доллар подорожал, вам удается держать вот эту планку лидера по ценовому позиционированию, скажем так. То есть вы ничего не потеряли или все-таки есть какие-то потери? Началось все в конце прошлого года, как вы помните. Наверное, это был конец октября, ноябрь. И тот шаг, наверное, который определил начало нашего восстановления, потому что у нас действительно были, скажем так, сложности, когда появилось большое количество вендоров других производителей, не всем известных, но которые захватывали рынок благодаря другим инструментам. И в конце прошлого года, когда произошел резкий скачок курса рубля, мы очень плавно поднимали цены, не привязываясь напрямую к курсу рубля на тот момент. С помощью этого мы позволили покупателям психологически более плавно перестроиться. Они продолжали покупать Samsung. И мы, скажем так, за свой счет удерживали этот спрос и зачастую переключали покупателей из других марок на марку Samsung. Такое действие мы производили фактически до марта. Это плавное-плавное повышение. И более того, на старые модели, те, которые существовали в 2014 году, мы цены больше не повышали. Они не шли за курсом доллара. А лишь новые модели, которые были представлены в первом квартале, и флагман S6, на них мы уже, конечно, привязывались к текущей ситуации. Потому что на эти новые модели мы уже не могли позволить себе торговать с таким дисконтом. Понятно. Но вот некие ваши американские конкуренты решили прибегнуть, прямо скажем, к шоковой терапии. Взяв и увеличив четко совершенно, привязав цену к курсу доллара. Вот по-вашему, как это отразилось на, может быть, даже не их позиции на рынке, но ваши по отношению к их? Мы увидели замедление продаж по нашим конкурентам, которые сделали такие действия. И, соответственно, по аналогичным моделям, рост продаж по самсунговским флагманам. Но, скажем так, Samsung есть более гибкий. И потому что решения принимаются на локальном уровне, и зачастую мы ближе чувствуем ситуацию, которая происходит на рынке, можем на нее более оперативно реагировать. Не все так могут делать. Если не называть те компании, на которые был намек, то там такого не происходит. И больше они действуют по указанию со штаб-квартир иностранных. Поэтому там более явный переход в зависимости от того, какая ситуация есть на рынке. Не хотелось бы давать оценки другим производителям. Но если сравнивать вот эти две политики, я сейчас попробую сформулировать вопрос правильно. Не явилось ли вот это плавное поднимание цен, скажем так, нанесением каким-то репутационным ущербом по марке? Потому что я могу единственное оправдать движение американской стороны, чтобы таким образом подтвердить свой непререкаемый высший статус. И, соответственно, доказать лишний раз, что именно они номер один. А вот с вашей точки зрения вот это вот телодвижение, оно каким-то образом наносит все-таки репутационный ущерб или нет? Именно в ценовой политике. Мы старались донести до покупателя мысль, что Samsung делает более комфортной покупку покупателю наших устройств. И здесь именно речь идет о лояльности. Лояльности производителя к покупателю. И, соответственно, мы ждали взаимности от покупателя. Покупатель именно так отреагировал. Никакого риска репутационного для марки Samsung здесь, конечно же, не могло быть, поскольку всю экономическую ситуацию люди, покупающие телефоны и другие устройства, они понимали. Они понимали, что есть вот такая экономическая ситуация, и они понимали, что производитель вынужден либо резко поднять цены. А то, что он этого не делает, это скорее его заслуга, и он старается принять удар на себя. Ну, наша сейчас ситуация такова, что мы вынуждены удалиться на рекламную паузу. Через несколько буквально секунд мы вернемся, а вы оставайтесь с нами. Мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, пауза была недолгой. Мы возвращаемся в студию программы «Продвижение рекламы». Ведущие Илья Громов и Илья Мартынов. И наш гость Аркадий Граф, глава Samsung Mobile в России. Мы остановились на интересном моменте взаимоотношений лидеров рынка. Борьба за власть на Олимпе. И хотелось бы все-таки прояснить ситуацию, каковы сейчас позиции, кто в лидерах, кто лучший, кто чемпион. Как вы знаете, согласно отчетам, которые мы получили с рынка, есть наши внутренние, наверное, о них мы говорить не будем, но есть отчеты, которые публикуют большие компании на рынке, в том числе операторы. Компания Samsung является лидером по итогам второго квартала в денежном выражении, опередив всех своих конкурентов. Именно в денежном выражении. В денежном, что самое важное для нас. Я почему, собственно, подчеркиваю, потому что предыдущий вопрос о том, какова была ценовая политика на моменте пика кризиса, собственно, и связана с вот этим вот выводом, к которому мы пришли. То есть, как можно за счет того, чтобы не повышать сильно цену и привязывать ее к курсу доллара, соответственным образом сохранить и даже приумножить свои капиталы. То есть, весь секрет, на самом деле, в заботе потребителей. Это самое главное. Ну, не только. Вы сами понимаете, что этот год был нестандартным. Причем далеко нестандартным. А самое интересное в нем, что не было аналогов. Мы не проходили подобные истории до этого. И даже в 2008-2009 годы они очень сильно отличались. Совершенно сильно отличались. И закредитованность населения в этом году. И довольно сложная работа с банками, потому что ставки по кредитам очень сильно выросли. Очень много-много моментов, которые не позволяли так позитивно смотреть на этот год в самом начале. Поэтому приходилось каждую новую линейку продуктовую выводить специальными, нестандартными методами. То, собственно, как мы и начали в этом году с продвижения серии А. Могу сразу рассказать. Так, это как раз то, для чего существует наша программа. Наш вопрос как раз стоит в том, чтобы узнать, какие нестандартные методы предпринимаются лидерами рынка для того, чтобы преодолеть все кризисные моменты. У меня будет два примера, наверное, основных. Мы записываем. Пожалуйста. Начнем с первого квартала. В первом квартале, как я уже сказал, мы представляли новую линейку. Совершенно новые телефоны. Samsung, начиная с этого года, представил концептуально другие модели. Обычно это были похожие телефоны и похожие по дизайну, по материалам. И с этого года, опять-таки, благодаря исследованиям и изучению мнения покупателя, мы представили телефоны из новых материалов. И серия А была первым таким вестником. Полностью металлический телефон, новой концепции, три разных диагонали экрана, разные цвета. И телефон мы представили с помощью знаменитостей. Это был Виктор Анн проводил большие исследования, кто же на сегодняшний момент известен публике и кого он воспринимает положительно. Была вот такая найденная связка, причем довольно удачная, после Олимпиады. Большое количество золотых медалей. Известное имя в таком новом для нас виде спорта, как шорт-трек. И при этом человек, имеющий корейские корни. И вот так все сплелось. Поэтому человек был выбран как представитель для серии А. Опять-таки, коньки, металл, телефон, металл. Все довольно хорошо воедино слилось. Но при этом мы понимали, что данная линейка, она предназначена для молодой целевой аудитории. В 16-24 года. Довольно тяжело с ними работать, поскольку они не так часто смотрят телевизор. В основном в интернете, уже с телефонами. И надо как-то их переключать. И один из каких-то нестандартных ходов, которые мы предприняли, фактически став продюсерами из компании-производителя, мы отчасти превратились в продюсера. Был выбран очередной знаменитый представитель музыкальной элиты. Причем, когда мы отбирали его из топ-чартов, имя этого человека у нас в офисе почему-то не знал никто. Это Егор Крид. Оказалось, что очень известный певец именно как раз в этом целевом сегменте. Мы для него написали песню. Потом с помощью... Вы написали песню для него? Лично я. Ну, имеется в виду, что компания Samsung специально. Принимала участие, да. Так, чтобы песня как-то перекликалась. Продюсировала. Продюсировала. Так и было, скажем. Продюсировала, да. Совершенно верно. Была создана эта песня, композиция. Современная, модная. И был на эту песню изготовлен клип. Причем клип создавался непосредственно пользователями. Они могли на микросайте, который был посвящен продвижению этой модели, они могли сами из кусочков составить клип. Тот созданный клип, который набирал большее количество голосов, он и победил, и ушел в ротацию. Клип до сих пор в ротации. На ютюбе он собрал больше двух миллионов просмотров. Песню Егор Крид исполняет в своем роут-шоу по стране. Она до сих пор идет, и это такой бесконечный маркетинг. То есть он продолжается, там есть имя Galaxy. Это деньги вложены не зря, они уже дали свой эффект. Кроме этого, мы сейчас продолжаем эту рекламную кампанию, не бросая Егора Крида, потому что, как вы знаете, для потребителя важна последовательность. То есть то, что они уже видели, они легче воспринимают, когда они видят еще раз с тем же лицом, с той же моделью. У них гораздо легче это из памяти воскрешается, и они гораздо легче воспринимают эту информацию. У нас сейчас идет большое промо с компанией Google, где мы даем, опять-таки, довольно легко связуемые вещи. Это бесплатных шесть месяцев Google Play подписки на музыку. Это серия А. Это довольно успешный проект, и мы считаем, что мы смогли концептуально новую по названию линейку, концептуально новую по материалам, по дизайну, вывести на тот сегмент, который нам был нужен. Второй квартал у нас традиционно начинается громко, потому что именно во втором квартале компания Samsung представляет свои флагманы. Традиционно каждый год в апреле Samsung представляет очередной Galaxy S с цифрой. В этом году эта цифра была 6, причем мы представили две вариации. Это Galaxy S6 стандартный, флэт, плоский, и Galaxy S6 Edge. Телефон, вот тот самый инновационный. Опять-таки было вложено большое количество сил и человека часов в разработку данного телефона. Телефон с изогнутым экраном, телефон, сделанный полностью из стекла и металла, по-другому выглядящий. И после некоторых комментариев по поводу предыдущего флагмана Galaxy S5, S6 был воспринят на ура. Первый раз, когда на превью, на предпоказе для партнеров, телефон набрал стопроцентное количество позитивных голосов. Но для нас было большой сложностью выведение данной модели, учитывая, что его стоимость была почти на 70% в рублях дороже, чем стоимость предыдущего флагмана. Психологически каждая новая модель стоит порядка 900 тысяч долларов. И это на русскую валюту около 30 тысяч рублей. В этом же году мы выпускали флагман с ценой, получается, от 50 тысяч рублей. Это психологически было очень тяжело. Нам нужно было выйти на совершенно другую аудиторию, та, которая может и такие деньги заплатить, и еще и привлечь к этому телефону интерес обычных пользователей. Здесь мы начали, тоже немножко нестандартно, мы интегрировали запуск и сделали его совместно с Moscow Fashion Week, интегрировали его с показом Валентина Юдашкина, где модели на сцене, с телефоном ходили, фотографировали. 3000 человек знаменитостей, которые пришли. Все-все-все. Вот все те, кто нам нужен был, они все собрались в одном зале, мы им все показали и рассказали. Их же, в некоторых из них, мы привлекли на старт продаж, что за собой повлекло довольно большой пиар. А пиар, естественный пиар, он очень легко усваивается потребителями, и они легко за ним идут. Они видят, что это не прямая реклама, они видят, что кто-то из тех самых, кто влияет на умы, уже этим воспользовался и пользуется данными устройствами. Кроме этого, перед самим показом телефона у нас была так называемая тизерная кампания. То есть мы начали намекать покупателю, что вот-вот что-то появится такое, чего вы не ожидали. И в рамках этой тизерной кампании мы делали рассылку, опять-таки, трендсеттерам, людям, которые влияют на мнение людей, и делали рассылку известным блогерам, для того, чтобы они начинали готовить свою аудиторию к тому, что Samsung запустит что-то интересное. Это тоже дало свой эффект. Мы делали подобные вещи, но в этом году практически в три раза больше мы собрали пиар-откликов, и стоимость каждого отклика для нас была ниже практически в два раза. То есть эффективность кампании повысилась. Далее для нас было важно, ну, сами понимаете, новый флагман. К счастью, в этом флагмане есть какая-то революция. То есть телефон действительно другой. Он и гораздо мощнее, и совершенно по-другому выглядит. Есть революция. Но, опять-таки, пользователь понимает, что идет борьба за мегагерцы, борьба за мегапиксели в камерах, и нужно было показать, зачем это нужно. И мы провели так называемую битву блогеров. Опять-таки, отобрали 8 человек, отправили их на Бали на 10 дней, закрыли их там на острове. И каждый из них, чтобы выиграть, получить приз по итогам этого соревнования, должен был каждый день по заданию ведущего делать мини-ролики, рассказывающие о той или иной функции телефона. Таких роликов и их просмотров набралось более 23 миллионов. То есть здесь мы использовали не просто прямую рекламу, заставляющую посмотреть ролик, а люди смотрели естественным путем. Кто-то является последователем того или иного блогера и смотрит регулярно его выпуски. Кто-то, кому-то было просто интересно, а что же там интересно, что там такого в данном телефоне. Ну, и того, мы увидели больше 23 миллионов просмотров всех видео, которые сделали блогеры. А блогеры разных направленностей были? То есть там кто-то по путешествиям, кто-то по спорту, кто-то по моде. Кто-то просто модный блогер. И таких 8 человек, да, они... Это уж, я так понимаю, меньшее пересечение было, потому что аудитории могут пересекаться. Ну что же, в принципе, подводя итог сегодняшней программы, поскольку время подходит уже к концу, мы получили очень интересный, содержательный рецепт рецепт от, скажем так, лидера рынка, то, как нужно строить коммуникацию в кризисные времена. Показательный пример, я бы сказал. Очень показательный пример для того, чтобы остаться и с человеческим лицом, и, в общем-то, остаться на вершине того самого Олимпа, о котором мы сегодня говорили. Спасибо большое за нашу беседу. С вами была программа «Продвижение рекламы». Ее ведущие Илья Громов и Илья Мартынов. А в гостях у нас был Аркадий Граф. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова